При различии по национальному, возрастному, половому признакам, все мы объединены одним понятием. Мы потребители. И в этом качестве постоянные посетители торговых точек. Покидаем их с разным настроением. Потому и ответы на один вопрос о выполнении санитарных норм в торговле неоднородны. Я думаю, нормальное обслуживание. Ну, наши-то еще соблюдают. Которые там из южных стран, то они, да, они очень неопрятные, руки грязные, даже у них неприятно брать. Ну, где они соблюдают? Мне кажется, очень хорошо. Нормально. Злостное нарушение в плане чистоты и порядка объектив нашей камеры в этот раз не обнаружил. Может, ее наличие и сыграло роль? Неизвестно. В торговых точках товар нам показывают, взвешивают, упаковывают и продают. Но не всегда способом, который бы соответствовал санитарным нормам. А их требования прописаны жестко. Написано все то, что покупатель может увидеть стою прилавка и сам оценить точность выполнения правил. У одетых в спецодежду продавцов продукты сырые должны реализовываться отдельно от уже готовых к употреблению. Продукция скоропортящаяся должна подаваться из холодильных камер, а хранится там при температуре не выше 6 градусов. Необходимый специнвентарь, совки, щипцы, допускаются пакеты. Пакетиком. У меня такой товар, который можно брать пакетиком. В мелкой розничной торговле требования такие. Если одно рабочее место, то там должны реализовываться только продукты, упакованные в потребительскую упаковку. И надзорным органам, и нам, потребителям, приходится надеяться на презумпцию невиновности предпринимателей и их добропорядочность. Но при несоблюдении норм торговли в отношении вас, ваша прямая дорога в Роспотребнадзор. Для внеплановой проверки активность граждан. Если не равнодушие граждан, не думать, что все это бесполезно. Не забывайте, что внеплановые проверки возможны теперь только по нашим заявлениям. Маргарита Шаинова, Александр Мажанов, Вести Мордовия.